Ну что же, вновь в нашей студии гость, которого мы давно уже ждем. Ну вот у нас сегодня в гостях Руслан Кумаляк, практикующий психолог. А какую мы сегодня тему поднимем? Вот мы много говорим о том, что телевидение меняется, кино ведь тоже меняется. Оно становится немножко раскрепощеннее, наверное, взрослее. И я вот хотела бы привести такой пример. Сейчас во всех кинотеатрах страны показывают всем известный фильм «Джокер», да? И он имеет отметку 18+. Но многие родители жалуются, в том числе и американские, что слишком много насилия, а детей в кинотеатрах масса. И продают им билеты абсолютно. И продают им билеты. Доброе утро. Доброе утро. Да, это на самом деле актуальная тема на сегодняшний день. Вот такие потоки информации, и потоков информации на самом деле очень много. Эти потоки есть откуда брать, и контролировать это на самом деле достаточно тяжело. Но смотрите, Руслан Требзеевич, а что с того, что если ребенок посмотрит такой фильм, где отметка 18+, ну где есть насилие, но не пойдет же он убивать в конце концов сразу же после этого фильма, ну и даже потом? Ну вы знаете, в чем все-таки самая главная разница между детьми, подростками и взрослыми людьми? Это все-таки система ценностей, не сложившаяся, и не сложившаяся картина мира у подростков, у детей, у подростков. И, конечно, бывают и взрослые с этими проблемами, но это уже другая тема. Поэтому, скажем так, без вот этих фильтров, без иммунитета к восприятию деструктивным потоком информации, очень сложно определять, что хорошо, что плохо, без вот этих систем ценностей. Поэтому, что у подростка или что у ребенка может произойти в голове, ну это одному Богу известно. То есть на психику это может повлиять, даже на три кадры. Конечно, конечно. Руслан Федзеевич, а вот мы все видели такие отметки, плюс 12, плюс 16, плюс 18. В чем межевание между этими хронометрическими, скажем так, параметрами? Ну, у каждой возрастной группы, опять-таки, есть определенная система ценностей, определенная картина мира, от которой они отталкиваются. Например, ребенок понимает то, что плохо, что хорошо. Взрослый уже начинает фильтровать потоки информации. У него есть иммунитет, он говорит, что плохо, хорошо. Представляете, иногда неготовому взрослому человеку, когда поступает определенная информация, он начинает теряться, он не готов к восприятию этой информации. И правильному ее анализу и восприятию ребенок тем более не готов к восприятию этой информации и правильному анализу этой информации. Ну, представьте себе, один ребенок из благополучной семьи, и второй не очень. У одного творится одно в голове, у другого это. И как ляжет та или иная информация на его психику, это неизвестно. Руслан Федзеевич, ну, смотрите, я с вами не соглашусь. Почему? Потому что все мы были детьми, все мы смотрели кино в детстве, да, и тогда не было таких отметок, там, плюс 12, плюс 6. То есть мы смотрели абсолютно все подряд. И на нас это не повлияло. Не делайте, пожалуйста, из меня старика, потому что в наше время, например, фильмы, сказки были несколько добрее, чем сегодня. Сегодня я вижу то, что фильмы на грани каких-то психологических, да, вот границ. И это достаточно тяжело для детской психики. Ну, вот грубо говоря, плюс 16 и плюс 18. Если ребенок, ну, или, скажем, подросток в 16 увидит голую грудь, и, скажем, это его смутит, то 18 уже нет? Ну, разные инстинкты. Если в 16 лет в гиперактивный, конечно, уже возраст, и ничего здесь даже говорить нет. Подросток увидит голую грудь, и 18-летний подросток или уже молодой человек увидит голую грудь, я думаю, что инстинкты у них возникнут одинаковые. Только как это воспринять и как дальше жить с этим, это уже разные вещи. 18 лет – это совершеннолетний возраст. И здесь уже по определению человек должен четко понимать, что хорошо, что плохо. У детей вообще вид голой груди должен вызывать ассоциации, наверное, с кормлением больше, нежели чем какими-то гендерными понятиями. Вот еще такая интересная новость, связанная с нашей темой. Депутаты Госдумы сейчас рассматривают законопроект, в котором предлагают вообще отменить эту возрастную маркировку. То есть оставить 18+, а все остальное, что было до этого, плюс 12, плюс 0, плюс 6, заменить на просто для семейного просмотра, для дошкольников. Это как повлияет, как это изменит ситуацию? Ну, вы знаете, я согласен с той маркировкой, которая есть на сегодняшний день. То есть вы считаете, что надо оставлять цифры? Да, обязательно. Почему? Объясню. Запрещать. Вот я вообще не сторонник каких-то запретов, потому что любой запрет может вызвать совершенно противоположную реакцию. Но родители или близкие люди, детей и подростков должны все-таки, скажем так, фильтровать по возможности ту информацию, которую получает их чадо. Я не могу с ребенком постоянно находиться рядом и постоянно анализировать тот поток информации, который он получает в тот момент. Мне как родителю или как близкому человеку будет намного легче посмотреть на это обозначение и сделать для себя вывод, находиться ли с ним рядом или вообще, скажем так, не рекомендовать к просмотру тот или иной фильм. Александр Февзеевич, у нас, к сожалению, времени почти не осталось, но я хочу сказать, что мы вас так просто не отпустим. Да вы что? Да, у нас появилась, и она давно у нас существует, уникальная фотозона, и мы хотим вас пригласить туда и запечатлеться на память. С удовольствием. Да, давайте пройдем прямо сейчас. Мы также призываем наших зрителей, отмечайте нас в своих постах, в своих аккаунтах, ставьте хэштег «Сутро нового дня». Вот заходим, заходим вовнутрь. А вас мы приглашаем внутрь в телевизор, пожалуйста. Да вы что? Ну, вы уже немножко в телевизоре. Давайте сейчас громко скажем слово «цифра» и улыбнемся вот на ту камеру. Цифра. Цифра.